Здравствуйте, в эфире канал РБК, я Евгений Франк и сегодня 7 передачи «Навыки успешного лидера». В гостях у нас Радислав Гондопас, ведущий тренер, совладелец компании «Араторика». Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Радислав, в Самаре вы присутствуете на конференции, которую организовал тренинг-центр «Маэстро», которая синхронизирована с названием нашей передачи «Успешный лидер». Если тезисно обобщить «Успешный лидер», кто это сегодня? Во-первых, «Успешный лидер». Конференция тренинга-центра «Маэстро» называется «Успешный руководитель». А руководитель не всегда лидер, хотя должен быть лидером всегда. «Успешный лидер» – мне кажется, это выражение вообще лишённым смыслом, как ни парадоксально. Потому что лидер не может быть неуспешным. Успех – это точка, определённая точка, которую лидер в развитии и развитии структур, которые он возглавляет, проходит одну за другой. У него есть определённая цель, он достигает, идёт дальше, дальше, дальше. Мы говорим об успехе, о неком уровне, знаете, как стратосфера. Вылетел и всё, ты успешен. Лидер вообще этой темой, как сказали бы сейчас на улице, не запаривается. Успех – это довольно популярная тематика, тематика лидерства. Успех – очень слово стало расхожим. Успех – успех, успешный – успешный. Большинство людей, которых мы называем успешными, вообще себя через это слово никак не осмысливают. Ты успешен, у тебя есть успех. Человек пожимает плечами, у меня есть дело, я вот занимаюсь этим, хочу развить этот проект, у меня вот такой замысел. Я вот этим занимаюсь, говорит он. Но успех – да, удается обеспечивать семью, всё нормально вроде бы в целом. Но он говорит о планах, он говорит о будущем, а успех – это то, что остаётся сзади. Поэтому говорить можно о компетенциях лидера, говорить можно о философии лидера, говорить можно о навыках лидера. Но говорить лидер – успех… А кто определяет успешность или лидерство? Среда или внутренний мир человека? Я бы сказал, что лидерство – это произвольный выбор самого человека. Нельзя человека сделать лидером, если нет у него к этому воли. Человеку можно открыть горизонт, ему можно обучить навыкам, ему можно замотивировать на выбор лидерской стратегии в жизни. Но заставить его быть лидером, вынудить его быть лидером, назначить его лидером… То есть он должен быть ментально к этому готов? Он должен быть ментально, у него должна быть мотивация к этому, он должен в этом видеть для себя некие ценные вещи. Но если среда сопротивляется, если среда подавляет развитие лидерства, проявление лидерства в человеке, то он ищет другую среду. Он уходит в другую структуру или он подавляет в себе. А нет ничего страшнее, чем человек, который подавляет в себе инстинкт власти. Понятно. Останавливается чудовищем, деспотом. Понятно. Радислав, мы до передачи довольно-таки подробно говорили, попытались ответить на этот вопрос, но к единому знателю я для себя так и не пришел. Все-таки лидерами рождаются или становятся? Лидер – функция социальная. Ну, это ответ на вопрос. Человек первые годы жизни не включен в социальные отношения, социализация начинается позднее, и в процессе социализации развивается его подход к жизни, его определенные модели. Я бы сказал, что первые признаки лидерской стратегии мы можем обнаруживать в раннем дошкольном возрасте, потом либо развивается, либо, наоборот, стагнирует, либо подавляется. В общем, дальше разные сценарии. Функция социальная и развивается только в социуме. Лидерство в одиночку – странная вещь. То есть должна быть среда, поддерживающая желание быть лидером. Если у меня есть желание, и я чувствую недостаток компетенции, чтобы стать лидером, я обращаюсь к вам, и чему вы меня научите, чтобы быть лидером в 21 веке? А вот тут статистика такая. В том, чего достигает человек в течение жизни, навыки определяют всего 10%. Это научно установлено. 40% определяют убеждения человека. Его идеология, его мотивация, его стремление, его религия. Это области идеологической, области установок, мировоззренческая область. Что же остальные 50? Остальные 50 – это окружение человека. Когда я услышал об этом, я сразу понял, что не доверять источнику я не могу, но это вызвало у меня недоумение. Потому что я потратил многие годы на то, чтобы помогать людям развивать навык публичной речи. Эмпирикой вы доказали это утверждение? Я стал размышлять. Стал размышлять и понял, что навыки, которые мы развиваем, они зависят от наших убеждений. Если у нас нет убеждения, что нам необходимо что-то, что нам что-то не хватает для того, чтобы реализовать свой потенциал, мы же не приобретаем этих навыков. Взрослый человек, он же обучается произвольно, по своему выбору. Это же не школа, где есть принуждение, определенная программа, которую нужно освоить. А человек может прийти на тренинг и ничего не вынести. А другой человек сделает резкий рывок, скачок в жизни. Взрослого человека нельзя научить без его ввода. Так вот, навыки, которые мы приобретаем, благодаря тем убеждениям, которые у нас есть. А откуда берутся убеждения? А убеждения – это влияние людей, которые нас окружают. Вот именно поэтому начинать нужно не с шапки, не с изучения навыков, а с формирования окружения, которое позволит вам сформировать мотивацию и навыки. Фактически мы вернулись к теме, к теме формирования среды. Да, мы вернулись к теме, роль среды формирования лидера. И в этом смысле я должен сказать, что многие руководители сетуют на недостаток лидерства у своих подчиненных. Они говорят о том, что подчиненные не готовы брать на себя ответственность. Подчиненные не проявляют инициативы. Подчиненные замалчивают проблемы, с которыми сталкиваются ежедневно, не доносят до руководства, боясь получить по голове за то, что не сообщают дурную весть. Знаете, как в сказках восточных. Принес дурную весть, а получи в рот расплавленный свинец, потому что плохую весть ртом произнес. Они сетуют на это, но когда мы анализируем их деятельность, мы видим, что они на самом деле считают себя единственными людьми, которые способны проявлять власть и чья власть легитимна. А остальных они расценят как своих рабов, подчиненных. То есть это не проблема мотивации? Это не проблема мотивации, это проблема корпоративной культуры. Проблема культуры компаний. Есть компании, в которых лидерство не поощряется, где оно наказывается. И это компании, в которых руководитель по нескольку лет не может уехать в отпуск, потому что только он в отпуск уезжает, все прекращается. Без инициативы ответственности второго, третьего эшелона ничего не происходит. Отчасти, Радислав, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, это еще проблема делегирования полномочий, потому что многие наши руководители исходят из принципа первым парень на деревне. Они боятся некой конкурентной среды. Я не знаю, у Макиндии, вроде у Макиндии есть терминология, предприниматели класса А, Б и С. И то, что предприниматели класса А, они всегда окружают себя сильными людьми и не боятся сильной конкуренции. И благодаря этому они эволюционируют. Совершенно верно. Потому что наше окружение определяет нашу... Если компания меньшинства сегодня в России... Вы знаете, нет статистики, не могу ее привести. Но исходя из собственной практики. Исходя из тех цифр, которые мы имеем статистических, дефицит лидеров сегодня составляет 95%. Интересная цифра. Да, всего на 5% удовлетворя на потребность лидеров. То есть, иными словами, количество позиций, количество должностей, если угодно, подразумевающих лидерский подход, больше в 20 раз, чем число людей, которые по тестам показали лидерскую стратегию, лидерское отношение к жизни. Это данные 2007 года. Не думаю, что они как-то радикально изменились за прошедшее время. Раз вы заговорили про 7-й год, 8-й, 9-й год, время кризиса. Как-то кризисные явления повлияли на формирование лидерских качеств? Может быть, ваши тренинги, формирование личной компетентности получили больше сигнала от бизнеса или нет? Я бы сказал, что кризис отчетливо показал, что устойчивыми больше являются компании, в которых лидерство развитое, и где люди отвечают за свои слова, за свои дела. В кризисной ситуации не всегда понятно, что будет дальше, какие решения принимать. Когда непонятно, какое решение принимать, большинство людей уклоняется от принятия решения в принципе. А это самое худшее решение, которое только можно принять. Потому что не принимать решение – это тоже решение. Компании, в которых руководитель сам не знает, что делать, и все подчиненные застыли и ждут сверху отмашки, понятно, что они очень уязвимы в кризисный момент. Каждый на своем месте должен принимать решение ежеминутно, ежесекундно. Получается, если я сдам определение, лидерство – это человек, который действует не шаблонно, эффективно в условиях неопределенности? В условиях неопределенности, да. Потому что принять на себя ответственность – это понятие, которое вообще имеет смысл только в условиях неопределенности. Когда у вас есть четкая определенность, за что вы принимаете ответственность? За то, чтобы сесть в кресло 2С, если у вас билет на кресло 2С в самолете. А вот лететь или не лететь этим самолетом – это неопределенности. Вы должны принять решение в этих условиях. А кризис – это вообще время неопределенное? Ну, время. Вроде кризис так и переводится, как и некая неопределенность. Время перемен, по-моему, да, это называется? Это иероглиф в китайском. Если учесть, что лидерство – это его миссия, провайдер перемен, лидер – провайдер перемен, то понятно, что кризисное время – время лидеров. Время, когда они чувствуют себя в своей тарелке, в отличие от всех остальных. Кризис является тем социальным фактором, который отсеивает лидеров, нелидеров. Но в реальности этого нет. Нет границы между лидерами и нелидерами. Это шкала, на которой человек либо больше проявляет лидерство, либо меньше. Причем по этой шкале он перемещается даже не в течение жизни, а в течение суток. Оказываясь, в разных ситуациях жизненных он либо проявляет лидерство, либо нет. Понятно, что если человек не лидер ментальный, и он попал в эту среду, из него можно формировать лидера. Поступаем от противного. Грубо говоря, человек лидер, у него есть некий сигнал, есть некая среда. Может ли он обратно в течение времени превратиться не в лидера, а в рядового банального руководителя, исполнителя? Запросто может, но зачем? Если он почувствовал вкус жизни, если он почувствовал запах крови, в хорошем смысле этого слова, то это вряд ли даст ему возможность выбрать другую стратегию. Дауншифтинг – это, на мой взгляд, выбор слабых. Это люди, которые выбились, преуспели, не получили ожидаемого. То есть, кайф жизни, которого они ждали, не произошел. Они выдохлись эмоционально, может быть, даже дошли до депрессии. И они ищут новых ощущений. Эти новые ощущения дают им дауншифтинг. То есть, необходимо иметь не только компетенции, но еще куча человеческих стержень. Да, я приемлю дауншифтинг на короткое время, уехать в отпуск, в дикие места, пойти в горы, добывать себе еду охотой. Но в стратегиях жизни следует избегать необратимых поступков. Люди, которые уехали на ГУА, не оставив никаких активов, и там живут на 5 долларов в месяц, побираются, делают какие-то из бисера фенечки, ну, год-два, а дальше. Это необратимо. То есть, заработать денег на обратный билет, легализоваться там, я не знаю, для очень многих это становится просто невозможным. Они фатально оказываются просто жителями ГУА, полу-хиппи, полу-бомжи. Они не продукт индийской культуры, они продукт русской культуры. И поэтому они там не приживутся никогда, не пустят корни. Они, конечно, делают вид, что им хорошо, и вот теперь-то настоящая жизнь началась. Но боюсь, что в случае, если они изменят решение, если они захотят жить другой жизнью, они просто не смогут жить другой жизнью. Это не лидерский подход. Радислав, вас можно назвать врачом, который ставит диагноз компании? Нельзя. Ни за что. Диагноз компании не поставлю, я даже диагноз человеку не буду. А консультанта не делал? Нельзя утрать диагноз компании? Я терапевт, скорее. Если уж в медицинскую тематику, я терапевт. Я предпочел бы, чтобы... Даже не диагноз, я ведь я не лечу, я помогаю человеку сохранить форму. Так или иначе, куда двигаться? Я фитнес-инструктор. Вот так. Я не врач. Но от фитнес-инструктора зависит здоровье человека, тонус. Понятно? В общем. Нас смотрят, я думаю, что многие самарские топ-менеджеры, собственники компании. Сигнал в формировании корпоративной культуры все-таки должен идти от кого? Снизу? От ленинных менеджеров, от топ-менеджеров или от собственников компании? Он должен идти отовсюду. Дело в том, что корпоративная культура существует в компании, независимо от того, занимаются ею или нет. Корпоративная культура... Корпоративная культура, безусловно, должна идти сверху. Это было бы странно, если какой-нибудь офис-менеджер сказал, а давайте сформируем корпоративную культуру. На этом пути есть технология в несколько этапов. Сначала происходит диагностика, что есть на сегодняшний день. Дальше. Стратегия компании. Компания. Вот какие цели, какие задачи перед компанией стоят долгосрочные. Ага. Чтобы были вот эти цели реализованы в такие сроки. Какая должна быть культура? Вот такая. А что сегодня? То есть это и вот это как соотносится? Как соотносится желаемое и вот это? И потом начинается работа по формированию нужной культуры, которая проходит тоже, в свою очередь, несколько этапов. Постепенное, шаг за шагом, деликатное внедрение моделей поведения внутри компании, которые позволили бы компании преуспеть и дать людям возможность жить полноценной жизнью внутри компании и максимально реализовывать свой потенциал. Фактически это принципы Котра по организационным изменениям. Размораживание проблем. Это трудно с вами говорить. Вы так осведомлены, что мне остается пожимать плечами. Это же некоторые источники мне неизвестны. Понятно. Радислав, мы живем в России и постоянно пытаемся сравнивать себя хуже, лучше мы западных каналов, западных фирм и так далее. Если сравнивать, раз уж тематика у нас звучит, как успешный лидер, успешный руководитель. А насколько наши руководители компетентны по отношению к западным компаниям? У всех на устах Билла Гиттс, марки Цукерберге с выходом в фильмы «Социальная сеть». Когда у нас появятся такие руководители, или они уже есть? Такие руководители есть, их мало. Интересно, что российские компании нанимают западных менеджеров, а западные компании не нанимают западных менеджеров. Ну, я имею в виду в самый топ, в самую верхушку, или почти не нанимают российских менеджеров. Почему? Компетентность. Да, наши получили МБИ, многие за рубежом. Оказывается, это не все. Оказывается, для того, чтобы занимать верхнюю позицию, способность человека занимать верхнюю позицию, это его способность принимать ответственность. Социальный пакет, материальная компенсация человека абсолютно коррелирует с той мерой ответственности, которую он на себя принимает. Чем выше ответственность, тем выше зарплата. По-другому не бывает. Все. Чтобы занять верхнюю позицию, это претензия на самую высокую, ну, за зарплату и весь комплекс материального стимулирования. Человек принимает ответственность, он получает эту позицию. Не принимает, не готов. И здесь МБИ ничего не решает. Ну, с одной стороны, есть общих христианских ценностей, которые нас обменяют, с другой стороны, есть ментальность, которая нас разделяет. Вы не представляете, насколько разнятся православие и протестантизм. Я боюсь, что между ними... Макс Абр об этом и писал в «Войске капитализма». Да, я боюсь, что между ними разного больше, чем общего. Я боюсь, что совершенно две разных ветви, между которыми Христос – это единственное, что их связывает. Я полагаю, что между русским язычеством и русским православием общего больше, чем между русским православием и американским протестантизмом, например, хотя это и другое христианство. Именно протестантизм сформировал такой подход к менеджменту, к бизнесу, к своей роли в социуме, которая сегодня позволяет американским компаниям делать всех остальных и делает эту идеологию конкурентоспособной. Сегодня всерьез говорят о протестантском бизнесе и православном бизнесе. Протестантская модель – молись и работай, а православная – молись и кайся. Вот у нас вечно и каются. Вместо того, чтобы сделал ошибку – исправь, а у нас сделал ошибку и долгое объяснение, почему повиниться нужно. И Господь простит в виде генерального директора. Ну понятно, что религию мы сменить не можем, но эта ситуация изменяема, она изменяема вообще в эту ситуацию. Очень трудно, на это должны уйти поколения. Дело в том, что религиозные установки у нас сидят в подсознании даже у атеистов. Когда говорят о православной культуре, не имеют в виду, что она относится только к православным, только к выцерковленным. Это в целом наша культура, даже для людей, которые получили атеистическое воспитание. К слову, наш атеизм, он тоже православный, тоже имеет православные черты. Это большая тема, когда-нибудь я, может быть, ее разовью, это будет интересно. Но сегодня она, безусловно, влияет на людей, переформатировать себя невозможно. То есть получается, что к достижению цели в бизнесе немецкие бизнесмены и русские бизнесмены будут идти разными путями? Да, непарадоксально. Причем обоим будет казаться, что это единственно возможный путь. Понятно. Радислав, многие аналитики не любят рейтинги, но все время давайте попробуем сделать такой некий рейтинг. Понятно, что индекс РТС, индекс Доу-Джонс говорит о здоровье экономики. Если ваши тренинги, по количеству ваших тренингов, по качеству дискуссии, можно ли говорить о здоровье или развитии экономики того или иного региона? И на каком месте находится Самара в вашем неформальном рейтинге? Я бы сказал, что количество тренингов, проводимых в регионе, зависит от умения их продавать, моих региональных партнеров. Но с другой стороны, здесь, естественно, тоже должен быть. Но с другой стороны, да. С другой стороны, должен быть спрос. Невозможно продать там, где спроса нет. Его нужно долго формировать. И не факт, что сформированный спрос в результате приведет к продажам. Потому что, чтобы были продажи, нужно еще, чтобы компания осознавала, что вот эти деньги, они действительно стоят той информации. Сегодня чемпион рейтинга Екатеринбург, Новосибирск. Они конкурируют между собой по количеству проведенных тренингов. Почему-то в последнее время очень отстал Киев. В свое время я довольно много проводил там тренингов и подолгу там находился. Сегодня отстал Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток. Я там был регулярно в последнее время. Что не связано с строительством федеральной дороги? Вряд ли количество моих тренингов может быть связано с строительством федеральной дороги. Самара где-то в пятерке, где-то замыкает пятерку. Но Самара преимущественно за счет корпоративных тренингов и преимущественно от компании Мегафон. Огромное количество. Я должен сказать, что Мегафон в целом – это компания, где отношение к лидерству четкое, внятное, понятное. Там уже нет никаких вопросов и сомнений. Это компания, которая способствует развитию лидерства у каждого. Думаю, последние цифры компании Мегафон именно говорят о вашей правоте. Потому что они начинали с очень низкой базы. Сейчас они по многим показателям уже обогнали в МПЛКОМ и приближаются к МТС. Я думаю, что это связанное явление, что не только интенсивность рекламной коммуникации определяет успех компании, и не только и не столько, сколько развития персонала, который работает в компании, степени приверженности и степени ответственности. Потому что КПД человека зависит от того, сколько он на себя берет, а не сколько он может. Понятно. Ну, замечательно, что мы и здесь присутствуем в верхней пятерке лидеров регионов. Я думаю, что действительность тренинг-центра Майстера тоже, скажем так, здесь сыграла какую-то положительную роль. Безусловно, положительную роль. Ведь мы даже не представляем, насколько тренинговые компании влияют на оздоровление бизнес-среды. Им отводится функция обслуживающих компаний, B2B. Вот нам нужно, мы обращаемся. Но на самом деле все наоборот. Потребность в обучении и развитии формирует тренинговые компании, потому что для них это фактор выживаемости. Для того, чтобы они существовали, для того, чтобы они имели кусок хлеба с маслом, они должны сформировать у вас ощущение, что обучение и развитие персонала – вещь необходимая. Они вынуждены идти впереди рынка. Да. Это объективно необходимая вещь. Но вы этого не осознаете, потому что надо деньги рубить. Вам нужно зарабатывать, ослуживать клиентов и так далее. Вы об этом не задумываете. Они заставляют вас об этом задумывать. Они делают холодные звонки, они встречаются с вами, они дают вам буклеты. Они способствуют тому, что тренеры попадают в телеэфир. И кто-то в экрана задумается. Слушай, а ведь действительно надо развивать моих гавриков. Надо же стремиться опережать рынок. Да, но, Радислав, к сожалению, время передачи подошло к концу. Надеюсь, что наша программа спасла сегодня не одну бизнес-душу. И люди и собственники призадумались о том, что в условиях конкурентного рынка нельзя полагаться только на какие-то технические инструменты. Необходимо развивать, в том числе корпоративную культуру. Кто имеет опыт в бизнесе, тот убедился в этом на практике. Да. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. В гостях у нас был Радислав Гондопас, ведущий тренер, владелец компании «Роторика», и я, Евгений Франк. Берегите себя. Удачи в делах. До свидания.